Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскрес! Воистину воскрес! Рассматриваем жития святых во свете Библии, чтобы на все смотреть открытым оком. Вопрос 2172. Где-то в 80-х годах вдруг стали говорить о каком-то Игнатии Бринчанинове. Почему о нем не слышали раньше? И кто он такой? Когда жил? Чем прославился? И чему мы можем у него научиться? Ответ. Вышел семитомник его трудов. Возьмем из первого тома отрывки из его биографии. Том первый, страница шестая. Младенец Дмитрий родился 6 февраля 1807 года. На 8 лет моложе Пушкина, это современник его. Искра божественной любви запала в его чистое сердце. Она сказалась в нем безотчетным влечением к иночеству. Это вот еще маленький к иночеству. Вот это вот как египетская тьма покрывала русскую землю. Спасение в иночестве. И о никаком благовестии. А в это время народовольцы шли в народ, распространяли все. Ну считайте, тихий дом даже. Какие там шли люди. И вот в конце концов кончилось тем, что 17-й год и накрыл. Ну и тогда вот так были люди, которые говорили, ведите на благовестии, несите благую весть. Нет. Но это смерть. И по-другому никак не может быть. Храмы, храмы, храмы. Она сказалась в нем безотчетным влечением к иночеству, к его высоким идеалам, которыми так полна родная сторона, особенным расположением ко всему священному, истинно прекрасному, сколько это доступно для детского возраста. Его отец Александр Семенович Бричининов, потомок древних дворян, был в полном смысле слова «светский человек». Паш, времени императора Павла Петровича, он имел необыкновенно развитый вкус к изяществу в домашней обстановке. В наследство ему досталось около 400 душ крестьян до живописное село Покровское. Супруга его, Сопья Афанасьевна, происходила также и с фамилией Бричининовых, и как женщина замечательного образования, весьма благочестивая, памятуя, что муж ее глава во всем подчинялась влиянию мужа, разделяя его взгляды и понятия. 11. По сдаче экзамена Дмитрий Александрович зачислен был в кондукторскую роту главного инженерного училища, а действительно его служба стала считаться со дня принесения им присяги 19 января 1823 года. Страница 12. Вступил я в военную и вместе ученую службу не по своему избранию и желанию. 12. Я сожалел о юнкерском мундире, в нем можно было, приходя в храм Божий, стать в толпе солдат, в толпе простолюдина, в молитии и рыдать сколько души угодно. 13. Будущий монахом по душе, еще на 16-м году жизни, испытав благодатное действие молитвы, на Божий сей юноша не мог довольствоваться установленным в училище обычным, только однажды в год приступать к таинствам испов, где святого причастия, а нуждался в более учащенном подкреплении себя этой духовной пищей. 14. Почему для удовлетворения своего желания он обратился к законоучителю и духовнику училища? 14. Такое необычайное среди юношества явление вызвало удивление духовника, особенно когда исповедующийся сказал, что борим множеством греховных помыслов. 15. Не делая различия между греховными помыслами и политическими замыслами, отец протеерей счел своей обязанностью довести об этом обстоятельстве до сведения училищного начальства. 15. Начальник училища генерал-лейтенант Граф Сиверс подверг обвиняемого юношу формальному допросу о значении помыслов, им самим признанных греховными. Немецкое начальство, не уяснив себе значение этого выражения, за бронщинином стало следить. 15. Бывало дознано, что лаврский духовник Афанасий склоняет его к монашеству, и что если об этом будет узнано при дворе, то и ему, митрополиту, не избежать неприятностей. Митрополит призвал к себе духовника Афанасия и сделал ему строгий выговор, воспретив предпринимать на исповедь Бринчанинова и Чеханова. Это православная Русь, святая. Страница 26. Остальные-то молчали, это Игнатий Бринчанинов все о себе написал. Кабы не этот Митя, никто бы ничего и не узнал. Выход со службы Дмитрия Александровича совершился без ведома родителей, а потому, естественно, влек на себя гнев их. 34. Он много читал отеческих книг, знал весьма твердо Иоанна Лествичника, Ефрема Сирина, добротолюбие и писание других подвижников. Он стал просить архиерея оказать ему милость и, ввиду семейных обстоятельств, поспешить постричь его в монашество. Сие было совершено 28 июня 1931 года в Малую Схиму и наречен был Игнатием в честь Игнатия Богоносца. Пребывание в Вологде заставляло его часто вращаться в кругу родных и знакомых. Многие из них стали его посещать и требовали от него взаимных посещений к себе. 34. Бричинир высокого роста, стройный, эстатный, русый, кудрявый, с прекрасными темно-карими глазами. На нем был общинный тулуп, крытый нанкою горохового цвета. На голове послушническая шапочка. Страница 54. Улучшение распространения хозяйства и дохода от богомольцев во множество стекавшихся в обитель дали возможность содержать большее число братьев, нужду в которой увеличивали как сами богомольцы, так и частые требования начальства о командировании на флотскую службу иеромонахов. Монашествующие нередко командируются во флот для морских компаний. 36. 4 июля того же 1831 года был рукоположен преосвященным Стефаном Веродиакона, а 25-го того же года веромонаха в возрасте 24 лет. Он никакой не священник, не веромонах этот Игнатий. Его только извергать надо было. Согласно 6-го Вселенского собора 15-го правила. Страница 61. 27 октября 1957 года поставлен в епископа Кавказского и Черноморского. Прожив в 62-е строительство, прожив в Сергиевой пустыне без двух месяцев 24 года, епископ Игнатий оставил ее в весьма цветущем состоянии. В его управлении обитель украсилась тремя новыми великолепными зданиями. Сергиевая пустыня была 16 настоятелей, 10 архимандритов, 5 игуменов и 1 строителя. 72. Брат Владыки Петр, испросил увольнение от службы с должности губернатора, поселился в монастыре на правах богомольца. С 7 часов утра Владыка имел чай, который признавал необходимостью, как средство согревающее кровь, и говорил, вот что значит старость, не напившись чаю и Богу не способна помолиться. Пользовал многих больных медикаментами, гомеопатией. В исходе 12-го часа дня Владыка обедал. Столов был прост и вкушал он очень умеренно. В третьем часу кушал чай. С 8-го часа вечера запирался в своих кельях, он спал, не раздеваясь обыкновенно, на ночь надевал валеные сапоги по причине болезни ног и издавна простуженных. 74. Все свободные часы своего дня Владыка отдавал пересмотру и пополнению своих аскетических сочинений. 78. О кончине своих просил родных не уведомлять, предать земле, а потом уведомить. О том, как их похоронить, не говорю и не завещаю, потому что не желаю связывать действия ближних за пределами моей жизни, и при том в том, что никогда почти не исполняется. Еще наказывать зря. 78. Я не умру до тех пор, пока не кончу дело своего служения человечеству, и не передам ему слова истины, хотя действительно так ослабел и изнемог в телесных силах. 78. Нравственное состояние монастырей находится в совершенной зависимости от нравственного настроения народа. Народ развращается, развращаются и монастыри. В них много вкралось предусадительного, много дурного. Когда я буду умирать, не посылайте за доктором. Дайте умереть мне, как следует христианину, вам внимание. Не рассеивайте меня вашей тревогой. Умер 30 апреля 1967 года. Ему было 60 лет. На левом виске была заметна синяя жилка, спускавшаяся около уха по щеке, полоской красноватого света, вероятно, след пути, которым смерть вошла в тело. Можно узнать, говорил он, что почивший под милостью Божией, если при погребении тела его печаль окружающим растворена какой-то непостижимой отрадой. Не знали о нем, потому что не был канонизирован, я отвечаю. А дальше, как лавина пошла, ко мне стали подходить. Вы в честь его названы? Нет, в честь Игнатия Ростовского чудотворца. Он обработал, сократив жития и поучение святых отцов. Его отечественник я издавал на двух катушках, 17 часов звучания. Поучиться очень многому можем. Но вот сам он какую веру имел? Судя по огромной его биографии и житию, у него не было личной встречи со Христом, как у апостола Павла. Он очень долго искал веру. Это состояние всей России. Спасение искали только в монастыре, не по евангельскому пути шли. Митя Бричанинов искал не в Библии ответ, а в трудах монахов. И оказался среди них. И уже умирая, он просит за монашествующих. В его жизни не было абсолютно ничего, за что его можно было бы канонизировать. Его к лику святых причислили монахи, как монаха, защищавшего монашество. Хотя он говорил о бедственном и почти исчезнувшем истинном монашестве. Скажу здесь о монастырях российских. Это он пишет в странице 39. Плод многолетнего наблюдения. Может быть начертанное на бумаге. Оно пригодится для кого-нибудь. Ослабела жизнь иноческая, как и вообще христианская. Ослабела, потому что она находится в неразрывной связи с христианским миром. Который, отделяя в иночество слабых христиан, не может требовать от монастырей сильных иноков, подобных древним. У него рассуждения-то все какие. Просто сидит один из номенклатурных работников и пишет. У него нет личной встречи с Богом. А от Духа Святого он ничего не получает. У него нет того, что есть у Сперджина. Что у Ярла Пести. Я уже называю людей, которые не православные. Они это пережили, духовное рождение. У него нет этого. Сегодня его трудоизваны прекрасно. Но они мертвы для сегодняшних людей. Мертвы. Он, как и все умные монахи, исследовал грех. Припарил его по частям и по этажам. Монахи не шли в мир с проповедью. И в этом их огромная вина. Россия потеряла лучших своих представителей. Они ушли в молчание. Их глаз замолк. По сравнению с ним, Феофана Затворника услышали больше. И еще больше услышали Иоанна Кронштадтского. У отца Григория Диченко написано намного лучше и доступнее. У Игнатия все сверхзаумно. И не запомнишь ни страницы. Через час спроси уже пустом уме. Им только трясут. А он нежизнен. Он был на 8 лет моложе Пушкина. И встречался с ним и с Крыловым, и другими писателями по этому. Но только Лесков, очевидно, упоминает об Игнатии. Иов 5.7. Но человек рождается на страдании, как искры, чтобы устремляться вверх. Игнатий Брянчанинов, епископ Черноморский и Кавказский. Семь книг. Москва. 2001 год. По благословению патриарха Алексея II. Благовес. От 500 до 734 страниц. Он понимал это. Идя из кельи в церковь, предстать лицу Божию, даже в походке, сохранять благоговение, отнюдь не бегать, по сторонам не смотреть, но иметь глаза опущенными к земле, руками не махать, но держать их опущенными вниз. На стены не облокачиваться, держать руки опущенными и не складывать их вместе, не оставлять ног, но стоять на обоих ногах ровно. На народ, присутствующий при богослужениях, не должно оглядываться. У него все руки опущены, опущены, опущены. В странице 16 от небрежения к малому и точному. Легко и скоро переходим к небрежению о важнейшем и обо всем. Чтобы сохранить внимание к важным обязанностям своим, должно постоянно наблюдать за собою и быть внимательным во всем самым мелочным своим действием. Вот это мне нравится. В церкви табаку не нюхать, а за церковью уже можно. Мирские наши братья весьма соблазняются на употребление табаку монашествующими. Понимаете? Это вообразить нельзя, чтобы у старобрядцев, у сектантов это было. Монахи. Это не можем мы отрицать. Это пишет епископ, святой. Страница 18. Священные книги должно содержать честно, воздавая честь живущему в них Святому Духу. В книгах живущему Святому Духу. Христос живет в мощах. Вообще. Отказаться от всякого знакомства в них, внутри монастыря. Заповедовал Симеон, благоговеннейший Симеону новому богослову. Ой, названия они какие себе придумывали. Страница 19. Блажен ты, если нашел старца сведущего, опытного и благонамеренного. Удовлетворительный наставник в наши времена величайшая редкость. На тройку. Им идет одежда черная, в которой облекаются человеки в знак своей глубокой печали. От роскошной одежды является в новоначальном тщеславие ожесточение. Брата отнюдь не брать за руку. Нарушители сего подвергались в египетских обителях, лучших в христианском мире, публичному монастырскому наказанию. Не должно позволять себе крика нестройных, излишневольных телодвижений. Новоначального предавшегося скитанию надо благовременно извергать из монастыря и показывать фотографию. Католические монахини играют в футбол и как она забивает гол. Это надо смотреть. В одежде монашеской. Страница 25. Остерегайся бесед, они не всегда полезны. Но бывает пища отравлена, ну что пищу ни в руки не брать. Мудрый Василий преподал юношам оставления, наиболее относящиеся к их наружному поведению. Знаю, что благочиние немедленно сообщается от тела к душе. И благоустройство тела весьма скоро приведет к благоустройству душу. Нет страсти более лютой, как дерзость. Она родительница всех страстей. Мать всех пороков, как Златоуз говорит. Он ничего не говорит, он просто берет, по-другому слова ставит. Подвижник должен воздерживаться от вольности в обращении. Это легко прочитать у Яна Амасакаменского. А у Дорофея. Ава Агафон. Притворство очень нравится слепотствующую миру, привлекает в себе похвалу, уважение, доверенность человеков. Фарисей, хотя и говорит непрестанно о Боге, о добродетели, но вполне чужд Бога-добродетели. Он готов и способен на всякое злодеяние, на всякий низкий поступок, для удовлетворения своему самолюбию. О непрочности монашеского жительства, когда оно не основано на евангельских заповедях. Странница 38. Епископ впал в блуд с инокинией. Она сделалась беременной. Он оставил епископца, ушел в келью. Ну, бывает. Странница 54. Антоний Великий. Глава монашества. Учредитель пустыножития удалился в пустыню. Уже облегшись силой свыше, и не инощий, как призванный Богом, хотя этого и не сказано ясно в житии его. Безмолвие губит неопытных. Не разговор, а безмолвие. Это вообще новинка. Причиняя Бесовские. Инок сошел с ума. Ну, страницы какие, я говорю. Достигли в отшельничестве сильнейшей бесовской прелести. Франциска Сиски, Игнатия Лайола и другие подвижники латинства, признаваемые в недрах его святыми. Когда Франциск был вохищен на небо, говорит писатель Житяева, то Бог-Отец, увидев его, пришел на минуту в недоумение. Кому отдать преимущество? Сыну ли своему по естеству? Или сыну по благодати Франциску? Это католики так описывают. Что может быть страшнее, уродливой этой хулы, печальной этой прелести? В наше время, в нашем отечестве отшельничество в безлюдной пустыне можно признать решительно невозможным. А затвор очень затруднительным. Как более опасный и более несовместимый, чем когда-либо. В этом надо видеть волю Божию и покориться ей. Вот тоже правильно. Но продолжали все это делать. Ну а тут и приходили в портупея с наганами. Акакия, спасшегося у жестокого старца, который согнал бесчеловечными побоями ученика своего, преждевеременно в гроб. Монохений, приняв странника-разбойника, омыли его ноги и пили ту воду. И исцелилась больная. Вопрос 2173. В житиях описано много случаев исцеления, но все они стандартные. Молитва ко святому, прикосновение к мощам. А были ли и другие способы, рецепты? Ответ. То, что я привожу здесь, это только для доказательства сказанного. А на самом деле таких исцелений и событий множество в житиях. 1 Тимофея 5.23. Впред пей не одну воду, но употребляй немного вина. Ради желудка твоего и частых твоих недугов. 2 Царь 4.4. Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Анафане из Израиля. И нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфивосфей. Исайя 35.6. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и степи потоки. Мина, 11 ноября. Около церкви святого мученика вместе со многими другими находились хромой и немая, ожидая получить исцеление. В полночь, когда все спали, святой Мина явился хромому и сказал ему, подойди молча к немой женщине и возьми ее за ногу. Хромой ответил на это мученику, божий угодник, но разве я блудник, что ты повелеваешь мне сделать сие? Но святой три раза повторил ему свои слова и прибавил, если не сделаешь сего, не получишь исцеление. Хромой, исполняя повеление святого, приполз и схватил за ногу немую. Она, пробудившись, начала кричать, негодуя на хромого. Сей, испугавшись, встал на обе ноги и быстро побежал. Таким образом, оба не почувствовали свое исцеление. Немая заговорила, а хромой быстро побежал, как олень. И оба исцеленные воздали благодарение Богу и святому мученику Мине. Вот представьте, я там все показать, маленький ролик, притчи. Где режиссеры? Борис 2 мая. В один из дней на его праздник пошли убогие. И тот хромец, надеясь что-нибудь получить. Войдя в дом тот, сел он перед хроминой. Случилось же так, что ему не дали ни есть, ни пить. И сидел он голодный и жаждущий. Тогда внезапно впал он в выступление и видение видел. Представилось ему, что он сидел у церкви святых. И увидел он Бориса и Глеба, вышедших как бы из алтаря и шедших к нему. И пал он вниз. Много людей стояло вокруг, смотрели и дивились приславному чуду. Из колена страдальца появилась нога и стала расти, пока не сравнялась с другою. Это произошло не в долгий срок, а в один час. Ну, без ноги был, пошел с ногами. Вопрос 2174. Деяние 1.14. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. С некоторыми женами и Марией, и Матерью Иисуса, и с братьями Его. Объясните, что означает пребывание в молитве, а что в молении? Ответ. Такой вопрос уже был. Молением часто называют продолжительное богослужение и на определенном месте. Третье царство. Услышь моление о раба Твоего и народа Твоего, Израиля. Когда они будут молиться на месте всем, услышь на месте обитания Твоего. На небесах услышь и помилуй. 1 Макавейская 7.37. Ты, Господи, сбрал дом сей, чтобы на нем нарисалось имя Твое, и чтобы он был домом молитвы и моления для народа Твоего. Даниила 9.23. В начале моления Твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей. Иногда слово моление означает сильное умоление того, к кого он отстойчиво пробивается, даже к человеку. Моление из уст нищего только до ушей его, но суд над ним поспешно приближается. Молитва подразумевается краткое моление, но в ней уже может быть и благодарение и словословие. Моление наше, когда умоляем, бываем и к человеку, а молитва строго к Богу. Тавита 12.15. Я, Рафаэл, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят перед славой святого. Считаю, что нужно всегда делать небольшую поправку, накладку на труд переводчиков. Трудность его и возможность синхронного перевода, и в то же время соблюсти такой же возвышенный строй речи. В таком случае можем подвести оба слова вплотную друг к другу, настаивая на очень близком их родстве. Ефесянам 6.18. Всякая молитва и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь со всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. 1 Тимофея 2.1. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков. Ефесянам 5.7. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Вопрос 2175. На чем основано ваше двойственное отношение к некоторым святым? То вы ставите его в пример, то отрицаете его самое великое достижение – монашество. Ответ. Пользуюсь любыми источниками, которые подтверждают написанное во Святой Библии по толкованию Духа Святого. Как понимали, это мужи и святые. Монашество, повторяю, само по себе совершенно не евангельское устройство, не жизненный институт, вредоносное, судя по последним плодам. Советую прочесть книгу «Без церкви нет спасения» священномученика Илариона Троицкого, Москва, 2001 год, Третинский монастырь. По благословению патриарха Алексея, 640 страниц. Там есть глава на странице 211-263 «Единство идеала Христова». Спор о пользе монашества. И когда кто-то вступает в диспут о монашестве со знатными монахами, то вот какие они приводят доводы в пользу ухода за стены монастырские. За отрыв человека от следования на проповедь, куда зовет Христос. Страница 215 «Ну, писал бы что-нибудь в жидовском журнальчике, а то ведь в церковном вестнике под славянской вывеской». Страница 237 «Последний монах лучше самого хорошего мирянина. Приходилось мне это от монахов слыхать, но я такое изречение считаю безнравственной щепухой. Принимая монашество, мы лишь становимся на путь. По пути нужно идти вперед, идти с трудом и тяжелой борьбой. Идти к высокой цели. А цель это у нас с мирянами одна. 241 «Монашество никакого нового христианства не создает. Христов идеал для всех совершенно один. Думать, что миряне могут достигать лишь средних ступеней, а высшие доступны только монахам, я считаю нелепым». Все обеты монашеские – это те же самые общихристианские обеты. Потому что спасать все должны все. А для спасения необходимо отречение от мира страстей и нужна аскетическая борьба с грехом. Монахи отличаются от мирян только обетом безбрачия. Но этот обет не вносит чего-либо нового в моральном смысле. Потому что безбрачие – лишь один из путей, наряду с путем брачным. В странице 243 «Монашеский обет при пострижении есть торжественно заявленная решимость серьезно отнестись к своему званию христианина». Здорово! 245 «Иной без повторения обета, без пострижения лучше нас. Ведь здоровый и без лекарства бывает крепче больного. А больному лекарства нужны, а обеты – это лекарства». 251 «Кто живет в монастыре, тот по прекрасной дороге идет к вечным обителям, а не по топкому болоту, как миряне. В монастыре идут преимущественно наиболее религиозно настроенные души». 252 «Подумаю иногда, что было бы, если бы эти благочестивые ребята деревенские остались у себя в деревне, что из них вышло бы, затянуло бы их жизнь и были бы они невежественны и духовно обеспечены?» «Посмотри в Святце, и там найдешь достаточное свидетельство того, что монастырский быт легче приводит к Царству Небесному». «Так определили-то вы монахи». Страница 256 «Здесь тебя обругали, тут тебя осудили, там тобой и соблазнились, ну и замыкаешься в свою келью». Это, конечно, полезно монаху. 258 «Подстригся в монахи, и у родных слезы огорчения, сочувствия. Легко ли сына потерять?» «Позвольте, не сказано ли в Писании, когда человек оставляет отца и мать, не тогда ли, когда человек прилепится к жене?» Эфесянам 5.31 «Посему оставит человек своего отца, свою мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. При постриге монашеском, постригающем, взяв рясу, глаголит «Брат наш, имя Рех, облачится в одежду веселья и радости духовной, в отложении и попрании всех печалей, и смущении от бесов, от плоти, от мира находящих, во всегдашнее Его, во Христе веселье и радованию». Люди пострижения называют живым погребением. Нас обвиняют иногда в пропаганде монашества. А хотя бы и так. Что же в том дурного-то? Для нас, монахов, всякое пострижение нового инока есть радость и торжество. В этих выписках есть и полезное, и вредное. Но я даю вам и то, и другое, потому что книгу эту нескоро еще прочтете. А теперь будете иметь представление, что в защиту себя говорят засохшие сосы и утробы бесплодные. Или еще выписки из Игнатия Бричининова, страница 95, том 5. «Плод молитвы состоит в просвещении ума и умилении сердца, в оживлении души жизнью духа. Тернии волшцы – это мертвость души. Фарисейское самомнение, прозябающее из сердечного ожесточения, довольствующееся и превозносящееся количеством молитвословий и временем, употребляемым на их произносение этих молитвословий, особенно способствует сохранению внимания во время молитвы весьма неспешное произнесение слов молитвы. Произноси слова неспеша, чтобы он мог с большим удовольствием сохранить заключение свое в словах молитвы, чтобы он не ускользал ни из одного слова его. Но к молитве нужно понуждение в течение всей жизни. Не отвергни иго, некоторой скуки и некоторого понуждения. Аминь. Аминь.